друзья всем привет здравствуйте с вас с весной мы находимся в теплице у нас очень тепло поэтому и сегодня мы будем заниматься красотами а именно питуньями вы видите мы уже сделали одну клумбу это вертикальная клумба то есть что произойдет у нас вот эти питунь сверху начнут расти и у нас тут и ампельные и кустовые сурфинии нету то есть и будут свисать вот эти питуньи тоже будет соответственно кустовые у нас сверху ампельные у нас снизу и разные цвета будет очень не очень красиво мы к вам фотографию где я посмотрел это не очень красивая клумба ну собственно сам вопрос как же сделать эту конструкцию ну для этого как вы видите внизу нам нужно обычное ведро у нас она 12 литровая нам нужен керамзит нам нужен каркас это декоративное садовое ограждение которое продается везде это даже не продается у нас обрезки были ну я видел что она и продается я подозреваю что отлично сойдет кладочная сетка с 5 сантиметровым просветом вот кстати вы видите что вот эта клумба мы сделали один слой тут мы сделали два слоя у нас лишние и даже видите почему слегка повело но то что вас повело это ничего страшного потому что ну мы же не будем они будут свисать и мы каркас собственно видеть то и не будем это обычная коллекционная труба где четырехмиллиметровым сверлом сделала сделана куча дырок один конец заклеен соответственно мы льем что воду надо проливать все ну оценивая сейчас я бы сделал все-таки дырки вот здесь чуть чуть пореже здесь чуть-чуть погуще хотя я думаю что будет все равно хорошо мешок или с или садовая пленка для огородная пленка для парников тут уже как-то хочет торф ну и конечно петуньи удобрения тоже мы с этим не травмо хоско просыпаем каждыми слоями чтобы лучше и так давай можно брать любое комплексное удобрение годится в принципе все что подходит для цветов дам вставим наш каркас расправляем края так наверно стоит сказать о размерах края смотрите если там сброено внутри ничего страшного потому что земля все утром будет поэтому у вас будет вот видите у нас получил ставим трубу и вниз высыпаем дреда если у вас есть щебенка можно воспользоваться человек мы учли все ошибки что мы сейчас будем делать мы будем сыпать слоями и проливать потому что нам надо утром бывать так дренажную трубу лучше прикрывать чтобы не забилось дырка случайно удобрение сыплем где-то из расчета 24 грамма на литр это здесь у нас торф домофор это не полностью готовый субстрат да поэтому мы взяли удобрение не травмофоску но годится любое комплексное на самом деле можно брать комплексное осеннее удобрение еще наша задача чуть-чуть смочить потом еще раз проливать да это нам нужно в первую очередь чтобы утрамбовать субстрат чтобы он был плотный и не оседал потому что основные наши растения будут верхней части и если от них осядет будет печально вверх фиксирую край пакета чтобы если будет даже оседать что-то то он у нас не уехал ну и дополнительно конечно жесткость добавляется и так друзья мы сделали нашу конструкцию сейчас сюда будем сажать петуньи явка с кадра уйду потому что я буду с плашки доставать и давать володе ну да сюда вверх мы посадим три штуки раз тут площадь позволяет я вот ямки заготовил по подбору цветов будут синие пурпурные и красные они все очень красиво будут поэтому вот даже можно одним цветом заставить вот мы вместе с корневым комочком и и положили аккуратненько обжарю и поставили на место так чтобы не зажать точку роста самое интересное вот мы сделали отверстие делаем ямку видим что у нас там торф отлично промоченный и сейчас мне же не даст рассадину с камами конечно разгоняешься желательно сажать наши растения как бы противо фазе друг другу то есть вот у нас на круг идет три штуки да и они получаются так вот своеобразно в шахматном порядке мне больше нравится слова противо фаза мы засадили нашу будущего клумбу рассадой вот сверху у нас сидит три штуки и дальше у нас шахматном порядке чуть больше чем до середины засажена ну я думаю тут десятка полтора петуни я просто хочу знаешь что сказать зрителям пока ты заливаешь друзья посмотрите важность закаливания рассады мы их принесли с гроббокса где у меня все прорачивается и выращивается я их ни разу не закалял соответственно влажность температура поменялась посмотрите что вот сделалось с этими петуни как они повяли пересаживали мы их правда с корневым колом и очень-очень аккуратно то есть и стресс они получили в этом друзья закалять обязательно рассаду проветривайте ее и пусть не я думаю что она очухается в крайнем случае у нас есть резервная плашка с рассадой то она очухается поливаем теплой водичкой друзья извините за поздно потому что мы находимся в теплице довольно холодно на улице тут тепло мы сегодня с вами вместе сделали две клумбы вернее с вами одну и сами и сами мы одну сделали это будет очень красиво по крайней мере если все приживется мы обязательно вам покажем ну правда очень красиво получается как по мнению по цене не так и дорого получается и конечно времени не так много занимает спасибо что остаетесь с нами подписывайтесь на канал кто не подписался конечно нажимайте колокольчик чтобы быть в курсе ну и заходите в instagram всем пока шофер